Уважаемые абитуриенты, добрый день! Меня зовут Шошина Ксения Владимировна. Я являюсь академическим руководителем магистрской программы геоинформационной технологии. Программа реализуется по направлению информационной системы и технологии. Наши выпускники способны проектировать и разрабатывать информационные системы, владеть современными языками программирования и способны к проектной и управленческой деятельности на предприятии. Особенность программы заключается в том, что мы готовим специалистов, способных к разработке новых алгоритмов и технологий интеллектуального анализа пространственных данных, способных применять современные геоинформационные технологии в различных предметных областях. Сразу стоит сказать о входном уровне подготовки абитуриентов. Вступительных экзаменов нет, проводится конкурс-портфолио. Мы ориентируемся на выпускников технических специальностей с базовым уровнем программирования. Несколько слов о дисциплинах. Весь учебный цикл можно условно разделить на четыре блока. Первый – это ведение в предметную область. Здесь студенты изучают дисциплины, связанные с информационными системами и технологиями обработки снимков. Второй блок связан с проектированием и разработкой информационных систем. Студенты изучают дисциплины, такие как проектирование баз данных, разработка информационных систем, геопортальная технология. Следующий блок связан с интеллектуальным анализом данных. Студенты имеют возможность послушать увлекательные лекции и занятия по интеллектуальным информационным системам, машинному обучению, глубокому обучению. И четвертый блок связан с научной работой. Здесь студенты изучают методы научных исследований, академическое письмо к выступлению, научно-исследовательская работа, научный семинар. Хочется сразу сказать о блоке интеллектуального анализа данных. Он реализуется с участием партнеров нашей программы. Это IT-академия Samsung и школа анализа данных Яндекс. При успешном прохождении курса студенты имеют возможность поучаствовать в реальных проектах и получить сертификат партнера и использовать его в своем дюйме. Здравствуйте, уважаемые поступающие магистратуры! Как и положено магистратуре, помимо образовательной деятельности, большое внимание мы удаляем научной работе. В частности, одним из важнейших научных направлений кафедры является разработка методов и алгоритмов, интерпретация изображений, получаемых с космических снимков и беспилотных видательных аборатов. Данное направление затрагивает такие актуальные сферы информационных технологий, как обработка цифровых изображений, компьютерное зрение, машинное обучение, интеллектуальные системы, работа с большими данными и представления знаний. За последние пять лет на кафедре реализовано более десяти научных проектов. Приведем несколько примеров выполняемых проектов. Так, одним из научных проектов, выполняемых на нашей кафедре, является создание методов интерпретации съемки с беспилотного летательного аппарата для решения задач лесопромышленного комплекса. Мы сами занимаемся съемкой лесных территорий, использованием беспилотных аппаратов и цифровых муниципетральных камер, либо получаем данные от заинтересованных сторон. Выполняем шипку снимков в единое покрытие с летальностью до 3 см. Далее, с использованием программного алгоритма выделяем кроны отдельных деревьев. По муниципетральным данным определяем породу каждого дерева. Автоматически строим цифровую модель местности и модель рельефа, с помощью которых рассчитываем высоту отдельных деревьев. С использованием полученных данных определяем запас насаждения. Выпредаватели магистратуры участвуют также в международном проекте, направленном на решение задач получения актуальной информации о ледовых территориях Баренцевого моря и интересах нефтодобывающих компаний. На основе исходных радарных спутниковых снимков выполняем интерферметическую обработку изображений для получения точной цифровой типографической модели в ледовых территориях. Эта информация необходима для оперативного получения данных о ледовых образованиях, представляющих опасность для инфраструктуры нефтодобывающих компаний. Участвуя в исследовательских проектах, магистранты получают реальный опыт работы в сфере информационных технологий. Мы с вами находимся в центре космического мониторинга Арктики. Я ведущий инженер этого центра Ковалев Дмитрий. И сегодня я немножко познакомлю вас с возможностями центра, с тем, что у нас здесь происходит, что мы умеем делать и к чему мы в дальнейшем стремимся. Центр укомплектован современным приемным оборудованием. Основное приемное оборудование – это станция «Унискан-36». Диаметр зеркала – 3,6 метра. И радиус охвата нашей станции – 3,5 тысячи километров. Чтобы вы представляли себе немножко это расстояние, приду такой пример. От города Архангельска до Северного полюса расстояние примерно 2842 километра. Это значит, что наш приемный комплекс способен подхватывать спутники на восходящие витки орбиты, то есть как только он появляется над Северным полюсом, наша станция его увидит и готова принимать с него информацию. Космических аппаратов, которые мы можем принимать, достаточно много. Среди них есть и космические аппараты, с помощью которых отчисляется метеопрогноз. Это аппараты дистанционного зондирования Земли, такие как «Терра» и «Аква», обзорные спутники, которые позволяют осуществлять экологический мониторинг территорий и в том числе получать и данные о погоде. Поговорим об организационных вопросах. Студенты учатся два раза в год. Обучение проводится в вечернее время с 6 до 9 вечера. Это дает прекрасную возможность студенту совмещать работу с учебой. Часть дисциплин реализуется дистанционно. Стоит сказать, что студенты осваивают основную часть образовательной программы, а также имеют возможность выбирать дисциплины самостоятельно, таким образом формировать собственную траекторию образования. Может выбрать дисциплины и из других вузов. Студенты могут проходить обучение за рубежом, участвовать в программах обмена между университетами. Кем же могут работать наши выпускники? Одно из направлений трудоустройства – это разработка программных продуктов. Студенты могут работать программистами, разработчиками, аналитиками, руководителями IT-отдела. Следующее направление связано с анализом пространственных данных. Студенты могут устраиваться в должностях ГИС-аналитик, аналитик пространственных данных, специалист по тематическому дешифрированию. Ну и еще одно направление связано с научной работой. Студенты могут продолжить обучение в аспирантуре и заняться преподавательской деятельности или научной работой в университете. Приступайте к нам, будет интересно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok